На 7 октября в Бердске под медицинским наблюдением находится 486 человек, выписанных и выздоровевших 322. На сегодняшний день в городе нет новых пациентов с COVID-19, а всего же официально зарегистрировано 334 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробнее об эпидемиологической обстановке в городе рассказала главный врач Бердской центральной городской больницы Алла Трабинская. С начала пандемии в Бердске сделали порядка 6000 тестов на коронавирусную инфекцию, из них порядка 400 детям. Всего заболели COVID-19 36 детей. Из них 4 ребенка переведены в третью инфекционную больницу в город Новосибирск. Это все дети, которые находятся и у которых COVID-19 подтвержден, они имеют бессимптомное течение. Те, которые находятся дома под наблюдением детских врачей-педиатров, они все подключены к приложению 112. 4 ребенка, которых мы госпитализировали, это дети, которые также имеют бессимптомное течение, но по социальным причинам, это наличие непосредственно в семье лиц пожилого возраста, отсутствие возможности изоляции, этих ребятишек мы перевели в третью детскую инфекционную больницу. В девяти классах четырех школ объявили карантин, пятой, восьмой, тринадцатой, в экономическом лицее, а также в одной группе детского сада номер 7. COVID-19 обнаружили у четырех учеников и у одного воспитанника детского сада. Также заболели четыре педагога. Всего за период с начала сентября у нас на карантине уже снят из карантина 261 ребенок. Тяжелых заболеваний среди группы детей у нас за этот период не отмечено. В настоящее время все дети, которые уходят на карантин, при отсутствии клинических проявлений, обязаны пройти обследование ПЦР-диагностику на 8-10 сутки, для того, чтобы мы могли решить этот вопрос о снятии карантина с того или иного ребенка. Людям, у которых есть тяжелое проявление ОРВИ, проводят ПЦР-диагностику. Для этого выезжают ковидные бригады. С момента первых признаков проявления ОРВИ пациенты должны находиться и быть изолированными, и находиться дома. Это первое условие. Вызывается врач для забора тестов. У нас есть отдельные бригады, ковид-бригады, которые выезжают на забор в ситуации, когда требуется у пациента взять анализ по факту его заболевания. Соответственно, эти анализы у нас отправляются в лабораторию, и после получения результата ПЦР-диагностики этот пациент уже берется на контроль и мониторинг. В Бердске продолжает работу ковидный госпиталь. Туда поступают пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией или вне больничной пневмонии. Эти пациенты поступают у нас в красную зону. Красная зона у нас предусматривает 30 коек. Дополнительно мы еще поставили коек. Это все пустующие подразделения, это ординаторские, потому что они запрещены в красной зоне. Это процедурные кабинеты и так далее. На сегодняшний день это 40 пациентов, которые находятся у нас непосредственно в красной зоне. То, что касается лекарственного обеспечения. С 1 октября уже выпущены и введены в действие клинические рекомендации. Это версия номер 8, где прописываются основные схемы назначения антибактериальных препаратов, назначения лекарственных препаратов и так далее. Поэтому возникают такие ситуации, когда в соответствии со схемами необходимо проводить смену проводимых антибактериальных препаратов. Ну и вот эти перебои, они связаны с тем, что сейчас мы отрабатываем чек-листы по новым клиническим рекомендациям, чтобы врачи назначали правильно и своевременно те основные препараты, которые необходимо назначать при ковид-пневмонии. Алла Дробинская добавила, что необходимо принимать во внимание информацию о второй волне ковид-19. Вирус мутирует. Насколько он распространится, это зависит от сознательности горожан. На сегодняшний день у нас в инфекционном госпитале количество врачей, которые необходимы для решения вопроса лечения в красной зоне, так называемой зоне, где отрицательный у нас ковид, и зона, где находятся пациенты, непосредственно поступающие для верификации диагноза, на сегодняшний день достаточное количество персонала. Более чем 120 человек госпиталь принять не сможет, поэтому вопросы дальнейшей маршрутизации решаются на уровне Министерства здравоохранения Новосибирской области. Соответственно, мы будем работать на выполнение клинических рекомендаций и при получении хорошей клинической картины, динамики клинической картины, когда у пациента нормализуется ситуация по показателям сатурации, когда отсутствует зависимость от кислорода. И, соответственно, этих пациентов мы будем выписывать на амбулаторный этап, чтобы врачи поликлинического звена уже контролировали непосредственно этих пациентов и контролировали ситуацию продолжения лечения и реабилитации. Потому что по снятию диагноза мы должны получить два отрицательных результата ковид-отрицательной. Определенная часть наших пациентов из города Бердска по маршрутизации прописана город Искитим. Поэтому так как мы начинали работать с начала марта и апреля месяца. Алла Дробинска напоминает, что необходимо по-прежнему соблюдать меры профилактики, надевать маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. В Бердске с начала пандемии коронавируса скончались 9 человек.